Насколько велика роль геолого-разведки? Это основополагающий этап, который кладет начало целой длинной, важной, производственной цепи событий и работы. Зачем бурить землю, добывать керн и хранить его годами? Как у нас с вами паспорт, то же самое, керн, это такой же важный документ в ходе изучения недор. Почему Ханты-Мансийский автономный округ остается лидером нефтедобычи в России? В ХМАО есть инфраструктура, в ХМАО есть кадры, что является самым важным в нефтегазовой отрасли. В ХМАО есть опыт, ну и, собственно говоря, наличие технических возможностей для реализации тех добычных планов, которые сейчас существуют. Ханты-Мансийский автономный округ. Ветер слабый, легкая облачность. Два геолога-пилота готовят к запуску исследовательский аппарат. С помощью него мы строим модель ортофотоплан, фотографии в надежной съемке и, собственно, лазерный сканер. Это основное, что мы используем. За счет фокусированного пучка лазера получаем отражение от конкретного пространства. Сейчас параметры примерно такие, что на один квадратный метр мы получаем порядка 30-60 точек отражения. Вся эта информация собирается с высоты в несколько десятков, иногда больше сотни метров. Такая точность необходима, чтобы оптимальным образом спланировать последующее расположение техники, оборудования, людей. ПТС какого у нас отклонения? Плюс-минус 10 метров. Плюс-минус 10 метров. Эти полеты – часть исследований «Газпромнефти», которые связаны с флагманским проектом компании в Ханты-Мансийском автономном округе под названием «Зима». Здесь, в югорских лесах, в сотнях километрах от цивилизации, были найдены несколько нефтеносных залежей. Вместе они образуют новый масштабный центр добычи в Западной Сибири. Его главным активом стало месторождение имени Александра Жагрина. Концентрация примененных инновационных технологий, безусловно, одна из особенностей проекта. Еще одной особенностью проекта является то, что кластер состоит из новых и ранее почти неисследованных участков. Благодаря современным подходам к технологиям геологоразведки, период от открытия до промышленного освоения месторождений удалось сократить в разы. Внедрение беспилотников в геологоразведку – рыночная необходимость. Ключевое преимущество – скорость при сохранении качества исследования. «Газпромнефть» среди лидеров рынка в этом направлении. Нефтяники задействуют дроны для решения десятков типов разных задач. От поиска нефти и доставки грузов до контроля строительных работ и трубопроводов. Ключевые требования к дронам – грузоподъемность и надежность. Тяжеловесы оснащаются оборудованием для поиска нефти весом до 20 килограммов. Одной из тестовых площадок был выбран специальный полигон в Ленинградской области. У него на борту находятся два магнитометра. Один магнитометр измеряет магнитное поле Земли, другой магнитометр измеряет магнитное поле беспилотника. Для того, чтобы в результатах выполнения съемки учесть помехи, которые создает беспилотник. По изменениям магнитного поля Земли мы можем определить, где находятся заряжи нефти и газа. А вот это уже кадры с других испытаний. На подвесе устройство для измерения электромагнитного поля. Его отклонения могут указывать на залежи нефти. «Газпромнефть» первой в России начала использовать беспилотники для таких работ. Другим новым прорывным решением российских нефтяников стало создание технологии «зеленая сейсмика». Смогли очень существенно сократить антроподенное воздействие на лесные массивы в тех районах, где мы проводим новые исследовательства и работы. В частности, по Ханты-Мансийскому автономному округу, Тюменской области, Томской области, за последние годы, после внедрения этой новой технологии, мы сохранили более 5 миллионов деревьев. И один из наиболее успешных новых проектов, новый кластер добычи в Ханты-Мансийском округе, наш проект «Зима». Все исследования были выполнены исключительно с применением технологии «зеленая сейсмика». Для непрофессионала сейсморазведка – это нечто, что может быть созвучно с землетрясением. Это процесс подземной эхолокации на самом деле. Принцип работы и итоговая картинка – такие же, как при УЗИ или томографии в медицине. Раньше эти работы требовали создания просек в лесах. «Зеленая сейсмика» за счет беспроводного оборудования позволила практически исключить влияние на окружающую среду. Смысл «зеленой сейсмики» как раз в том, что мы нашли способ, как проводить исследования, фактически перемещаясь между деревьями в лесных массивах. И больше не требуется такого количества проездов для тяжелой техники. Мы не трогаем деревья и намного меньше влияния оказываем на почвенный покров. Огромные массивы данных, которые геологи собирают с помощью сейсмики, электро, магнитной разведки, анализируют в итоге искусственный интеллект. С его помощью создаются цифровые двойники месторождений. В нашем центре анализируются все виды информации. Это геофизическая, геологическая, геохимическая. С помощью цифровых инструментов, таких как, например, бассейновое моделирование, вся эта информация загружается специалистами, создается модель. С помощью которой мы можем определить, будет та или иная территория, перспективная на нефть или газ. Трехмерные модели нефтяных пластов и залежей на экранах образуют удивительные изображения, напоминающие картины Врубеля. Это есть красивая картина. Шучу. На самом деле это срез геологической модели. То есть это разрез через геологическую модель одного из месторождений, Газпромнефти. И вот эти вот палочки неправильной формы, это на самом деле скважины с горизонтальным окончанием. которые заходят в геологический пласт. Сами модели, поражающие визуально, как документ максимально информативные и прикладные. Более того, по ходу разработки месторождения их дополняют, актуализируя информацию о запасах. Георазведочные работы. Вообще нефтегаз это уже давно высокотехнологичная отрасль. По наукоемкости технологичности вторая после космоса. Уже как 30 лет самые последние наработки и в IT, и в физике, и в химии используются в георазведке, используются в нефтегазе. Но в последние годы произошел некий дополнительный такой сдвиг, который еще больше усилил вот эту технологичность. Это внедрение инструментов индустрии 4.0. Если совсем просто, в эпоху четвертой промышленной революции, которая предполагает массовое внедрение информационных технологий. Все эти способы, все эти моменты являются неким процессом по повышению эффективности, снижению себестоимости. Вот цифровизация является одной из основ и фундаментом этого процесса. Когда данные являются основой для принятия решений, это, наверное, является одним из ключевых механизмов и инструментов, который позволяет минимизировать влияние негативно-человеческого фактора и ошибки. Это также позволяет сократить количество этих ошибок, позволяет ускорить принятие решений. Цифровые технологии помогают находить нефть, а также управлять ее добычей после запуска промысла. Впрочем, геологоразведка продолжается и после начала разработки участка. На экране сейчас вы видите цифровой двойник месторождения, один из его модулей. Сюда стекается вся информация с датчиков скважин, информация консолидированная, обработанная, то есть входная верификация произведена. Это, пожалуй, главное помещение в офисе «Газпромнефтьхантас». Отсюда за десятки километров осуществляется управление процессом добычи и уточнение геологической информации на всех активах «Газпромнефти» в Югре. В том числе и на месторождениях проекта «Зима». Скоро на экранах появится информация о новых участках. Снежный, ледовый и холодный – это фланги наших месторождений, которые по механизму флангов были приобретены в 2019-2020 году. И, соответственно, мы получили возможность выполнения этапа геологоразведочных работ. Крупный проект «Зима» был запущен еще в 2017 году. Сформировался как крупный проект на основе месторождения Александра Жагрина. Впоследствии были приобретены дополнительные лицензионные участки, которые сейчас находятся на этапе поиска и разведки, которые в ближайшие годы должны добавить дополнительный потенциал, ресурсный потенциал для кластера, образующего месторождение Жагрина. Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в 2017 году. Добыча на нем стартовала в рекордные сроки – всего через два года. В 2020-м здесь на месторождении был добыт первый миллион тонн нефти. Достичь пика планируется к 2024 году. Здесь будут получать до 6,5 миллионов тонн нефти в год. Развернутое сегодня на соседних участках геологоразведка позволит еще больше увеличить запасы кластер-зима, а значит и уровень будущей добычи. Кернохранилище – один из важных научных объектов Ханты-Мансийска. Здесь хранят и исследуют керн – образец горной породы в виде столбика, который поднимают с многокилометровой глубины. Керн – настоящий генетический банк земли. Керн, он же отбирается с первой поисково-оценочной скважины. То есть, когда мы выбираем перспективную структуру, перспективную площадь для дальнейшей геологоразведки, обязательно с каждой скважины отбирается керн. И керн, свою ценность, уже на начальном этапе, когда мы только его достали, извлекли со ствола скважины, он уже ценен. Потому что на этапе уже полевого описания, когда полевой геолог на устье скважины после распиловки описывает керн, мы уже там, пусть не так достоверно, но уже при расколе, по качествам признака, по запаху нефти, уже при съемке его в ультрафиолете, понимаем о том, что подтверждается ли насыщение объекта или нет. Методов исследования несколько. Первый самый простой – свет. Основное свойство нефти, она горит, но есть еще одно – она светится в ультрафиолетовом спектре. Поэтому в кернохранилище есть специальная фотолаборатория, где и работают с образцами. Те, которые представлены здесь, не имеют никакой ценности. Но если бы в их составе была нефть, выглядело бы это примерно следующим образом. Но основные исследования, после которых может быть принято решение о разработке, проводятся в лабораториях. Понимание только о том, что есть нефть, этого недостаточно. Очень важно понимать, о какого качества та порода, какого качества там нефть, которую мы планируем добывать, какой она вязкости. Как итог, до принятия решения о начале комплексного освоения участка, необходимо знать все основные параметры месторождения. То, что светлого цвета, скорее всего, там содержатся карбонатные минералы, кальцит, например, как мел по цвету они. А которые более красноватые, там могут содержаться либо минералы с железом, либо тоже карбонатный доломит, они также бывают с железом иногда такого цвета. После этого выбирается метод добычи, и приходит понимание, какая будет у итогового процесса ценность. Самое интересное, что некоторые образцы грунта хранят здесь не один десяток лет, при том, что они уже обследованы. Этому есть простое объяснение. Они ждут появления новых технологий, которые позволят Керну еще что-то рассказать. Эта информация на самом деле и формирует главную ценность месторождения. Вот когда ты покупаешь лицензию, если простым языком говорить, она, ну, условно стоит там. Ну, условно ничего не стоит. Но когда ты проводишь исследование и буришь первую поискованную скважину, которая тебе дает открытие, вот в этот момент времени инкрементальная стоимость актива вырастает на 80%. И только 20% ты дальше создаешь в процессе следующих этапов развития актива. Это приобское месторождение, одно из крупнейших в Западной Сибири. И рядом с ним мы нашли, ну, по сути, алмаз, который в объеме добычного потенциала сопоставим сегодня уже с этим приобским месторождением. Беспилотники, искусственный интеллект и цифровые двойники помогли в сжатые сроки открыть и запустить новый центр нефтедобычи. По оценкам экспертов, только разведанных запасов нефти в Югре хватит еще на десятки лет работы. В будущем проект «Зима» обеспечит половину всей добычи «Газпромнефти» в ХМАО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова